ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. ЛАЗЕБНИК РОМАН ЕВСЕЕВИЧ Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин ОПУБЛИКОВАНО 2 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА ЧАСТЬ 2 Стал знакомиться с напарником. Звали его Николай. До войны он окончил десятилетку в Старой Руси и до призыва работал на заводе. Николай предложил идти на эстонский хутор, на который его посылали работать из лагеря. Хозяин хутора был эстонец-полицейский, и там в доме было оружие, так необходимое нам, и главное, Николай был уверен, что жена хозяину нам поможет. По немецким дорожным указателям мы поняли, что находимся на территории Латвии и пошли на север. Из еды у Николая было всего три галеты, у меня вообще ничего. На наших лагерных бушлатах номера, написанные белой краской. Перешли эстонскую границу. В какой-то деревушке залезли в чёрную баню, а там эстонцы обычно держали коптильни. Нашли сало, поели. Из груда тряпья, валявшегося в углу, выбрали себе что-то, скинули лагерные бушлаты. Сколько дней длился наш путь, мне трудно сказать. Но до намеченной цели, до этого хутора мы всё же дошли. Спрятались в бане, там тоже лежали копчёности и другие продукты. Набрали этого добра и перебрались в старую Ригу, продукты зарыли в сено. Сутки наблюдали за домом, и ночью Николай решил, что нам надо пойти и посмотреть, что происходит внутри. Собаки его узнали и не лаяли. Он ещё бросил им кусок мяса. Но оказалось, что полицай находится в доме. Мы бесшумно отошли к Риге, решили отдохнуть и отлежаться в ней ещё пару дней, а потом идти к фронту, как есть, без оружия. А утром нас разбудили голоса на эстонском. Отец полицаи пришёл за сеном и обнаружил нас. Он бросился за подмогой, а мы сползли с другой стороны Риги и кинулись бежать. За нами погоня. Николай остановился и сказал, знаешь, брат, вдвоём нам не уйти. Давай разделимся, собьём их с толку. Обнялись с ним и по сторонам. Расстались навсегда. Я бежал изо всех сил, устал, остановился. Услышал в другой стороне вдали выстрелы, и я понял, что Николаю не повезло. Я смог пройти ещё по лесу километров пятнадцать, но силы меня покинули. Осмотрелся, кругом снег и деревья. Сделал себе шалаш, а к утру меня в этом шалаше занесло снегом, сверху как сугроб намело. В сутки отсиживался в лесу, ждал ночи и пошёл лесами на восток. За ночь проходил по пятнадцать-двадцать километров, а днём прятался в лесу. Шёл в сторону России и вскоре понял, что я добрался уже до Псковской области и скоро дойду до Калининских лесов. Как-то в сумерках, уже где-то за опочкой, я вышел на лесную дорогу и двинулся в путь. Через полчаса, как будто из-под земли, выросли сани с лошадью. В санях сидел мужик средних лет, здоровенный детина в овчинном тулупе до пят. Он сразу обратился ко мне. «Здорово! Ты кто такой будешь? Куда путь держишь?» Я наобум сказал ему название какой-то деревни, а он в ответ. «Садись, подвезу. Нам по пути». Присел на край саней, мужик дальше расспрашивает то да сё, а я ему что-то сочиняю. И вдруг он останавливает сани, распахивает тулуп, а у него там автомат висит. Наставил на меня автомат и говорит мне так выразительно. «Ты где так брехать солидно научился?» «Ты мне правду говори, я местный, в полиции служу. А врать будешь, я тебя прямо в этом лесу прикончу. Я сам не знаю почему сказал, что бежал из лагеря и пробираюсь в родные края на Украину». «Хочу вступить в добровольческую армию, воевать за самостий на Украину». Мужик ухмыльнулся. «Вот теперь ты правду сказал. Поехали к коменданту, я думаю, что тебе снисхождение будет. А куда мне бежать? Лес редкий, снег по пояс. Он меня из автомата сразу срежет. Приехали в большое село, завели меня на допрос к коменданту. Переводчицей у него была русская девушка. Я стал говорить, что бежал из лагеря в Тарту, хотел вступить в украинскую армию, а в Красную попал по мобилизации, что зовут меня Роман Лобзенко и так далее. Девушка все коменданту переводит. Он показывает пальцем на меня и спрашивает ее, «Он похож на украинца?» Переводчица отвечает, «Да». Проверили, как я владею украинским языком. А я стою и не знаю, как вскрыть свое жуткое волнение, как не выдать себя. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Комендант спрашивает через переводчицу, «Какая у тебя специальность?» «Киномеханик». «Оу, гуд, рус, зер гуд». И стал давать распоряжение переводчице, говорил очень быстро. Я из-за волнения с трудом улавливал смысл отдельных слов. Хотя немецкий язык знал неплохо, у нас в школе на уроках немецкого преподаватель немка запрещала говорить по-украински, все уроки шли исключительно на немецком. Переводчица, «У них есть русская киноаппаратура в клубе, но все сломано, и наш специалист не может ее восстановить. Ты будешь ему помогать. Жить и обедать будешь в нашей казарме». Привели меня к немцу специалисту. Звали его Людвиг, он ходил в форме без знаков различия, а сверху надевал рабочий черный халат. Высокого роста, рыжеватый, худощавый немец. Оружие Людвиг не носил. Ко мне он относился доброжелательно, но по своей натуре Людвиг был молчаливым человеком и задавал мне только общие вопросы. В клубе стояла наша разокомплектованная аппаратура КЗС, которую я хорошо изучил еще на армейских курсах в Ленинграде, а Людвиг разбирался только в немецких киноустановках. Утром я огляделся, куда же все-таки попал. В селе немецкий гарнизон больше двухсот человек и пятьдесят русских полицаев. Я смонтировал в клубе киноустановку, немцы ко мне привыкли. И уже через неделю Людвиг, чтобы не конвоировать меня в столовую, далеко не идти, сам приносил мне обед. Начали крутить немцам кинофильмы. Картины были немецкие, американские и австрийские. А когда заканчивался сеанс, меня немец с оружием вел одного в казарму. Вызвал комендант. Как тебе, Людвиг? Сработались? Я сказал, что я буду помогать ему и дальше. Людвиг был мастером на все руки, ремонтировал любые механизмы. Совсем рядом с казармами находилась свалка битой техники, машины, трактора и так далее. И Людвиг брал меня туда с собой искать запасные части. Я все время думал, как сбежать, рано или поздно немцы поймут, что я еврей. И тогда смерть. В казармах работали русские уборщицы, и одна из них мне шепнула, что в районе появились партизаны. И тут Людвиг пару раз отпустил меня на свалку техники одного, сказав часовому на воротах, чтобы пропустил, мол, этот Иван наш. И когда в очередной раз Людвиг послал меня на свалку, я отошел за остовы битой техники и стал потихоньку удаляться в сторону леса, который начинался за этой свалкой. Охранник сместился в сторону, меня не видно. И я рванул и побежал к лесу. Остановился километров через пять, погони за мной не было. Лег на землю, смотрел в небо и сам не верил, неужели я снова на свободе. Поднялся, собрался с силами и пошел дальше. Местность бугристая, редкий лес. Поднимаюсь на холмик, а передо мной стоят двое с автоматами в гражданской одежде. Сразу страшная мысль мелькнула. А вдруг это полицаи? И я назад. Они за мной кричат. Стоять! Кто такой? Кого ищешь? Стою, они подходят поближе. Оружие есть? Нет. Кого здесь потерял? Партизан ищу. Тогда пошли с нами. Прошли еще два бугра, в лощине нас ждут еще восемь вооруженных людей. Это была партизанская группа, возвращавшаяся с задания. Оказывается, что меня они заметили давно и шли параллельно со мной, наблюдали. Через несколько часов мы пришли в отряд. Так в начале марта 1943 года закончились мои мыторства и страдания в немецкой неволе. В какой отряд вы попали и как восприняли партизаны? Я попал в отряд 2-й калининской партизанской бригады. Отрядом командовал старшина Иванов, сам из местных, а комиссаром отряда был Рындин. Отряд назывался ни больше, ни меньше, как смерть немецким оккупантам. Незадолго до того, как я попал к ним, 2-я бригада вырвалась из немецкой блокады, при этом погиб комбриг Арбузов. Он лично вел огонь из танкового пулемета и, как мне рассказали, погиб нелепо из-за трагической случайности. Арбузов приподнялся над пулеметом, хотел посмотреть на все поле боя, а когда снова ложился, зацепился гранатой, висевшей у него на поясе за какую-то скобу, кольцо слетело, и командир бригады Арбузов взорвался на своей гранате. В бригаду входило 5 отрядов, в каждом по 80-100 бойцов, и за 8 месяцев моей партизанской войны мне довелось воевать в трех разных отрядах бригады. Привели меня в землянку к командиру отряда. Я все о себе рассказал. Украинец Лобзенко, кадровый воентехник, служил в 48-й стрелковой дивизии, как сбежал и так далее. Спрашивали все очень подробно. Потом командира куда-то позвали, и я спросил у комиссара отряда. «Товарищ комиссар, вы еврей?» Он заметно картавил и имел довольно типичную внешность. Комиссар Рындин удивленно посмотрел на меня и сказал, «Да, я еврей». Говорю ему, «Я тоже». Он несколько минут молча смотрел на меня. Видимо, что ему было тяжело поверить, что еврей остался в живых после полутора лет плена. Я попросил Рындина никому не говорить о моей настоящей национальности, и он сказал, это можно. Меня покормили, дали нормальную одежду, а насчет оружия сразу предупредили. У нас оружие добывают в бою. Привели во взвод, сидит человек 15 партизан, им говорят, принимайте новичка, беглый, из плена. Отряд на 90% состоял из местных жителей. Первый месяц за мной пристально присматривали, на задания не пускали, проверяли во всех отношениях, следили с кем я говорю и о чем. Я стал делать мины, которые у меня получались не хуже заводских. Фанерная коробка с верхней подвижной крышкой, внутри толовой шашки. В одно из них отверстие для взрывателя, чека ставится на предохранитель, и получается мина нажимного действия. На первое задание пошли втроем, отошли от места дислокации отряда на 20 километров, залегли в засаде у дороги с интенсивным движением, за нашей спиной озера. А дорога эта, песок с глиной, заложил мину. Едут три немцы на мотоцикле, наехали на заряд, взрыв, только трупы по сторонам разлетелись. Забрали с них оружие и ушли в лес. На следующее задание я пошел вместе взводным. Сели в засаду, я в подбитом танке, а он расположился неподалеку. Едет мимо повозка с двумя немцами. И одна из них поравнялась со мной. Я выстрел из винтовки. Один из немцев опрокинулся навзничь, но другой выхватил поводья из рук подбитого и, отстреливаясь из автомата, с одной руки смог ускакать. После этого ко мне было полное доверие. Вы сказали, что воевали в трех разных отрядах 2-й калининской партизанской бригады. Почему приходилось менять отряд? Один раз по своей воле, второй раз это случилось по приказу командования. Как-то собрали три отряда вместе для проведения крупной операции. Один из отрядов был московский, состоял из диверсантов, прибывших с большой земли и командовал ими старший лейтенант Токарев. Среди них была девушка сказочной красоты. Мы с ней познакомились, между нами возникла симпатия, добрые отношения. Звали эту девушку Инна Константинова, москвичка из семьи советских работников. В каждом ее жесте чувствовалась аристократическая порода, властная, смелая. Она могла любого человека свести с ума своей красотой и очарованной. Инна сбежала из дома на войну, оставив родителям записку «Я ушла на фронт». Попала в диверсионную партизанскую школу и была заброшена в немецкий тыл. Ее отец, майор Константинов, со временем, узнав по своим каналам, где находится его дочь, прибыл в Калининские леса на должность комиссара бригады, в котором воевала Инна. Это был человек высокого роста, здоровяк, очень интересный и представительный, как сейчас принято говорить, харизматическая личность. Я перешел в подрывники в отряд Токарева, чтобы быть рядом со своей любимой девушкой. Но о наших отношениях кто-то доложил ее отцу и вскоре Константинов вызвал меня к себе на разговор. Он спросил, у вас с ней серьезно? Да. А ты что, не понимаешь, что сейчас война и надо с немцами сражаться, а не романа крутить? Он сказал еще немало другого и уже на следующий день мне передали приказ о моем переводе в другой отряд, которым командовал Шаповалов. Сына и мы почти не виделись, партизанские отряды бригады находились в десятках километров друг от друга, постоянно перемещались. А в ноябре 1943 года я попал в госпиталь с тяжелым ранением и лежа на койке думал, что если встретимся с ней после войны, согласится ли она связать свою дальнейшую судьбу с человеком, на котором стоит клеймо, был в плену. Мучился от мыслей, что она из такой интеллигентной московской высокопоставленной семьи, а я деревня, простой парень из украинской глубинки, с изуродованной осколками рукой, из пленной биографии и так далее. Но когда я оказался на спецпроверке в подольском лагере НКВД, то решил, что если выйду отсюда через штрафбат, то не буду иметь право обременять Инну своей персоной. Мне было больно от этих мыслей, сердце разрывалось на части. После спецпроверки в лагере я возвращался на фронт через Москву, долго колебался, зайти к ней по адресу или нет, но впереди меня еще ждала война, и я сказал себе «после встретимся». Но встречи не произошло, я ничего не знал о судьбе любимой девушки, после демобилизации из армии уехал в Среднюю Азию, женился, работал, растил детей, но все эти годы каждый день вспоминал Инну с тоской на душе и болью в сердце. Пять лет тому назад я приехал в Тверь, стал узнавать, где находится бывший архив партизанского движения Калининской области. Сказали, что такого уже нет, но если мне нужны какие-то сведения, то я могу всю информацию попробовать выяснить в музее имени Лизы Чайкиной. Пришел в этот музей, сказал женщине-директору, что я бывший партизан из второй бригады, и она повела меня показывать экспозицию. Зашли в зал, а там на стене маленькая фотография Инны и ее письмо к матери, и надпись над фото, что партизанка диверсионного отряда Инна Константинова погибла в немецком тылу в 1944 году при выполнении особого задания. Вы сказали, что отряды бригады постоянно перемещались в немецком тылу. На каких участках действовали партизаны? Мы с лета 1943 года действовали на линии железных дорог. На участках Витебск, Полоцк, Новосокольники, Невель заходили на территорию Белоруссии, Псковщины, и оттуда совершали вылазки и диверсии на железных дорогах. Немцы пытались блокировать и уничтожить бригаду. Зимой 1943 года, еще до того, как я попал к партизанам, была предпринята большая операция с целью полного уничтожения калининских партизан, действовавших в районе дислокации 2-й калининской бригады. Мне рассказывали, что немцы сняли фронтовые части и блокировали в лесу сразу три наших бригады, загнали их в мешок, бомбили, обстреливали артиллерии, а потом немецкая пехота стала прочесывать леса. Это у них называлось большой экспедицией, но уничтожение партизан, по данным от полученных пленных, были брошены около 10 тысяч немцев и полицаев. Непрерывный бой шел несколько дней, а потом бригады пошли на прорыв. Ночью одновременно партизаны зажгли сотни костров, дымом заволокло всю округу, один отряд всех прикрыл, отвлек немцев на себя, а остальные партизаны прорвались из окружения. Когда я уже был в партизанах, то была еще одна попытка немцев окончательно покончить с нами. Правда, проводилась эта блокада уже более малыми силами. Два взвода, имитируя прорыв из окружения, отвлекли немцев и приняли огонь на себя. А в это время остальные отряды по лесным тропам без больших потерь выскользнули из приготовленного для нас капкана. У нас большинство партизан было из местных, так они каждую трубку, стежку, дорожку в этих лесах знали. Как снабжалась бригада оружием и продовольствием? Рядовые партизаны были вооружены в основном винтовками, но у каждого было по одной-две гранаты. Например, первое оружие, которое я получил, была граната лимонка, врученная со словами «Это береги для себя», на крайний случай. В бригаде было всего два пулемета «Максим» и несколько ручных пулеметов, в основном трофейных. Иногда с большой земли прилетали по два, забирали раненых, размещали их на подвеске, привозили оружие, патроны и соль, которая была в лесах дороже золота. Бывало, что самолетами отправляли на восток и пленных немецких офицеров. Питались мы всегда впроголодь, продукты доставали только путем обмена соли, присланной из Москвы, на какой-либо провиант у местных. Нам категорически запрещалось насильно забирать у крестьян хотя бы грамм муки. Даже у семей полицейских мы не имели права взять что-либо из еды без обмена или без разрешения командиров. За подобный особый отдел бригады сразу расстреливал, как за мародерство, без малейших церемоний. Перебивались мы едой как могли. Несколько раз к нам сдались в плен целые гарнизоны, так все оружие и продовольствие этих гарнизонов попало к нам в руки. Это было очень существенной поддержкой для голодных партизан, считающих каждый патрон и каждый сухарь. Гарнизоны, перешедшие на сторону партизан, были власовскими? Нет, при мне в бригаду не было случаев, чтобы власовцы группами или по одиночке перебегали или организованно переходили на нашу сторону. Я не припомню таких эпизодов, особенно в нашей бригаде. Наоборот, власовцы с нами сражались жестоко и дерзко, устраивали засаду на лесных тропах на наши группы, идущие на задания. А эти гарнизоны, ушедшие в плен, выполняли полицейские функции и были такими. Один гарнизон состоял из Мадьяр, другой – болгарский. Это были роты по 100-120 человек, которым были приданы для контроля и командования по 5-7 немцев. Болгары и венгры ездили по окрестным деревням, знакомились с местными девушками, братья которых находились в наших отрядах, так мы с ними находили связь и был заключен договор. Сначала они на падении, а потом и об их переходе на нашу сторону. Отряды заняли позиции в трех километрах от места дислокации гарнизонов, и ночью болгары и мадьяры, споив намертво своих немцев, открыли нам дорогу в село, и так без единого выстрела были взяты оба села, а мадьяры и болгары, два гарнизона в полном составе, по пешему лесному маршруту были переправлены на Большую Землю. Существовал даже пеший маршрут через линии фронта для связи с Большой Землей? Да, всех пленных немцев и полицаев переправляли по этому маршруту в советский тыл. Иногда так эвакуировали и наших раненых. Линия фронта была от нас довольно близко, за неделю к ней можно было дойти. Полицаев, взятых в плен, оставляли в живых? Расстреливали полицаев только с кровью на руках, да и то только после суда бригадной тройки. Нам запрещался самосуд, всех взятых в плен отправляли в штаб бригады, а оттуда тех, кто был оставлен в живых, переправляли через линию фронта. В партизанских отрядах Калининской бригады к тому времени была железная дисциплина, почти армейская. Разве что нам иногда разрешили самим в отряде варить самогон из ягод или картошки, но самогон выдавали не больше 200 грамм в день на человека. А так все было серьезно в плане выполнения приказов и дисциплины. Как-то пошли в пятером в деревню за едой, и уже на выходе из одной избы услышали за спиной странный звук. Обернулись, смотрим, а хозяйка вся дрожит от страха, и ее полный ужаса взгляду стремлен на печку. Проверили, а в печи прячется ее муж, сельский полицай. Мы его вытащили оттуда, а печь была горячей, так он весь был печеный. Связали этого полицаи и увели в отряд. На месте не убивали. Партизаны знали вашу настоящую национальность? Нет, я оставался украинцем. Иногда слышались у костров еврейские анекдоты, но особой злобы к евреям среди наших партизан не было. Рымдин не скрывал своей национальности и относились к нему все хорошо. Да и если бы узнали, что я еврей, вряд ли бы кто стал на меня смотреть искоса или ждать момента, чтобы выстрелить мне в спину. Я уже неплохо зарекомендовал себя на боевых операциях, а это был главный критерий отношения к человеку в русских партизанских отрядах. Отряд, как я вам уже сказал, почти полностью состоял из русских людей, но иногда в бригаде я видел надсменов. Был у нас таджик, был казах-пулеметчик, весь упоясанный лентами и слабо говоривший по-русски. Он никогда не выпускал своего пулемета МГ из рук и даже спать с ним ложился в обнимку. Были в бригаде, как мне тогда казалось, еще несколько евреев, но они это скрывали и все шли в списках под славянскими фамилиями. Большие операции, когда вся бригада шла на боевое задание, у вас случались? Пару раз такое происходило, причем эти операции бошлись без больших потерь. Всех убитых и раненых мы вынесли с собой. Немцы засылали свою агентуру в отряды? Я только знаю, что в одном из отрядов был пойман немецкий шпион и расстрелян по решению бригадной тройки. Но были ли еще подобные случаи в нашей второй Калининской? Малейшего представления не имею. Я же был простой подрывник, все время на заданиях, иди знай, что там в штабе бригады происходит. Диверсионная деятельность проводилась только на железной дороге? Не всегда. Кроме подрыва эшелонов и разрушений рельсов, мы постоянно закладывали мины и на шоссейных дорогах. Если подрывники шли на эшелон, то брали много взрывчатки. Я со своей группой из трех человек как-то миной пустил под откос поезд с живой силой и орудиями на платформах. Так на подрыв этого состава мы израсходовали 30 килограмм взрывчатки. За подорванные эшелоны к наградам представляли непосредственно в бригаде? Понятия не имею. В 1946 году на меня был заполнен наградной лист на орден Отечественной войны второй степени. Но через неделю после представления я демобилизовался из армии. И что там дальше с орденом произошло, мне было неинтересно. А запрашивать в 40-х годах наградотдел человеку с моей биографией был в плену. Было чревато и рискованно. Я не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. Когда вас ранило? К 7 ноября мы подготовили подрыв железной дороги на участке Полоцк-Новосокольники. Хотели так отметить годовщину революции. Пошли 15 человек. Вел нас здоровый высокий парень по фамилии Бурмистров, бывший кадровик. За двое с лишним суток прошли 70 километров до намеченного места диверсии. Фронт был совсем рядом. Мы несли с собой тяжелый груз взрывчатки. На группу было три автомата и винтовки. Переправились через реку, залегли, долго наблюдали за железной дорогой, смотрели, как немцы над резинах охраняют этот участок дороги, а потом, выбрав удачный момент, все рассредоточились и стали закладывать толовые заряды с бигфордовым шнуром с обеих сторон рельсов через каждые 10 метров. Каждый получил по 10 толовых шашек. Потом одновременно подожгли шнуры и участок железнодорожного полотна разнесло в клочья. Отходим к реке и тут обнаруживаем, что две лодки, спрятанные нами на берегу планируемые переправы, исчезли. На берегу лежали бревна, мы кинули связать плод. И в это время по нам открыли минометную стрельбу. Заметили немцы нашу группу при отходе. Побежали вдоль берега от разрывов, и тут мне несколько осколков пиваются в правую руку. Она моментально повисла, как плеть. Рядом упала наша санитарка Зина. Ей досталось множество осколков по всему телу. Товарищи подхватили нас и понесли. Немцы уже организовали преследование нашей группы. Пробегаем мимо деревни, и в 100 метрах от нее кто-то заметил старые вырытые пустые землянки. Нас, раненых, занесли туда, положили на землю. Забрали наше оружие, оставили немного галет, набрали нам котелок воды и сказали, что завтра придут за нами с носилками. Уходя, один из товарищей положил мне в левую руку противотанковую гранату. Я все понял, благодарно кивнул, и группа ушла. Трое суток мы лежали возле выхода в землянку, я все время с гранатой в руке, держа ее близко к зубам, чтобы успеть вырвать кольцо в последнюю секунду. На второй день к нам в землянку из деревни пришла старушка, принесла ковшик с водой и краюху хлеба на двоих. А на третий день рядом с землянкой послышалась немецкая речь. Я попрощался с санитаркой Зиной и зажал в зубах кольцо гранаты. Слышу, как один немец говорит второму у входа в землянку, зайдешь? Нет, да она все равно пустая. Немец дал очередь из автомата внутрь землянки, пули прошли над нашими головами, и немцы двинулись дальше. Мы лежали еще два дня, и тут старушка привела к нам бойца в форме с погонами, наши пришли. Нас погрузили на повозку, везли километров десять, переложили на машину и попрострили в моей дороге, повезли в тыл. Прибыл в Авакогоспиталь в Нерехту. Ночью посадили в санитарный поезд и оттуда отправили в Максатиху. Врачи, хирурги, осмотрели разорванную буквально в клочья несколькими осколками мою руку и сказали, что нужна срочная ампутация. Я отказался. Пришел на чмед и начал уговаривать, но я ни в какую не соглашался. Тогда начальник госпиталя Лисицын вызвал меня к себе и потребовал, чтобы я подписал расписку об отказе от операции и что к персоналу госпиталя в случае осложнения или летального исхода претензий никаких нет. Я взял ответственность за свою жизнь на себя и не ошибся. Пролежал я в госпиталях восемь месяцев. О плене молчал, на вопрос отвечал коротко. Был окруженцем, стал партизанить. В июле 1944 года меня выписали из госпиталя в Ярославле. Раненая рука действовала, только два пальца были скрючены контрактурой. Выдали документы, форму с погонами младшего лейтенанта и направление – прибыть для дальнейшего назначения в отдел кадров Московского военного округа. Ехал, естественно, через Москву и решил зайти к своим родственникам, к Шполянским, жившим до войны в безбожном переулке. Прихожу, стучусь, мне открывают дверь, и я вижу у них в квартире своего родного отца. Отец воевал в пехоте, был ранен в руку и после комиссования из госпиталя по инвалидности направлялся домой. Он сказал, что на меня еще в 41-м году пришло извещение, пропал без вести, а моя мама с моим младшим братом находятся в эвакуации в Ташкенте. Я получил назначение в Зарайск, 55-й запасной офицерский полк, где в течение трех месяцев проходил вместе с другими офицерами переподготовку на командира минометчика. Офицеры жили по частным квартирам, по утрам на занятии на полигон нас возили на грузовиках. Осенью 1944 года мы закончили курс переподготовки и ожидали отправки по передовым частям. И тут меня вызывает штаб запасного полка. Товарищ младший лейтенант, мы командируем вас в Подольск. Вы там раньше бывали? Никак нет. Ничего страшного, у нас есть для вас попутчик-сопровождающий. И сопроводили меня в подольский лагерь НКВД на спецпроверку, как побывавшего в плену. Вместо фронта я снова оказался за колючей проволокой. На сайте есть интервью пулеметчика Белкина, проходившего спецподготовку в начале 1944 года в Рязанском проверочном лагере НКВД. Скоро появится интервью с еще одним человеком-окруженцем, которому довелось пройти проверку весной 1942 года в Гороховецком лагере. А как это происходило в Подольске? Привезли в лагерь всего два ряда колючей проволоки, сразу поменяли форму, выдали солдатское обмундирование, БУ без погон, ботинки с обмотками и привели в барак. Это был барак для командиров РККА, бывших пленных и окруженцев, рядом были бараки для рядового и сержантского состава и отдельно для гражданских лиц. Внутри бараков стояли железные койки, в день давали по 350 граммов хлеба, дважды в сутки раздавали по черпаку каши. Кормили как пословица «Жить будешь, но бабу не захочешь». В барак приносили центральные газеты, и из них мы имели информацию о происходящем на фронте. Переписка с родными запрещалась. Никто из офицеров, сидящих в бараке, между собой о прошлом, в войне плене не разговаривал, все молчали. Люди держались отчужденно, каждый со своими нелегкими думами, будь то нам дали приказ, больше двух не собираться. Каждый день проходил в тягостной душевной обстановке, у некоторых не выдерживали нервы, так один из нашего барака бросился на проволоку лагерного ограждения, по которой шел ток под напряжением, и сразу совсем покончил и с жизнью, и с проверкой. Пытка неизвестностью и надеждой – страшная вещь. Некоторых вывозили на работу на лесозаготовке, но основная масса проверяемых постоянно оставалась в бараке. 95% контингента из офицерских бараков после проверки отправлялись в штрафные батальоны и скупать вину кровью. Я прекрасно понимал, что даже если мне снова в жизни повезет и все обойдется без штрафбата, то в дальнейшем жить с таким пятном был в плену, придется не сладко. Время-то какое было. Допрашивали проверяемых только по ночам и на допросы вызывали еженощно. Скажу честно, что избитых я в нашем бараке не видел. Если надо было кого-то сломать, то особисты умели это сделать и без мордобоя, и насилия. Мне достался спокойный следователь, который вел себя довольно корректно. Он ни разу не назвал свои фамилии, не бил и не угрожал, а методичный спокойно все расспрашивал. В одной из ночей меня не вызвали на допрос, я удивился, а утром пришел вертухай. Лазебник с вещами на выход. Привели в лагерную комендатуру, спрашивают. Жалобы есть? Вас не били? Я насторожился. И тут не объявляют, что я освобождаюсь из лагеря, как успешно прошедший государственную проверку и буду отправлен рядовым в действующую армию. Но то, что я считаюсь разжалованным, мне еще объявили в начале проверки. Следователь сказал, что архивы отдела кадров Прибалтийского военного округа сохранились частично, и у них нет официального подтверждения о присвоении мне звания воентехника в мае 1941 года, то отныне я рядовой. А мне какая разница? Главное, что живой остался. Особисты посоветовали мне на будущее никому не рассказывать о том, что я проходил проверку. Сказали, чтобы я нигде не говорил ничего лишнего. В декабре 1944 года я вышел за вороты лагеря, держа в кармане гимнастерки справку о спецпроверке и направлении в 36-й артиллерийский запасной артиллерийский полк, откуда через 4 дня меня отправили с маршевой ротой на запад. Но попал я служить не на передовую, а в ТОР. Что это за подразделение? ТОР – это территориальный оборонительный рубеж, армейские части, подчинявшиеся непосредственно Львовскому военному округу. Задачи для частей ТОРа были следующие – борьба с бандеровскими формированиями, а главное – не допустить прорыва бандеровцев за старую границу 1939 года на территории Восточной Украины. Я попал служить 40-ю комендатуру ТОР. Мы занимали позиции в 8 километрах от Новоград-Волынского, в 120 километрах восточнее от Львова. Управление ТОРа находилось в округе, во Львове. Это были обычные армейские подразделения, не имевшие ничего общего с погранвойсками или с другими частями НКВД по борьбе с бандитизмом. На нас также возлагалась охрана линии старого укрепрайона УР, еще до военной постройки, все доты, которые были закрыты на специальные замки, и нам менялось в обязанность контролировать сохранность оружия и боеприпасов, размещенных в сооружениях УРа. В 40-й комендатуре служило всего 18 человек, из них 15 молодых ребят 1926-1927 года рождения. Комендантом был лейтенант Агеев, парень лет 25, уже женатый, переведенный в ТОР из глубокого тыла. Кроме меня, никто из служивших в нашей комендатуре на фронте не был и боевого опыта не имел. На вооружении нашей группы были два ручных пулемета, два автомата, винтовки, а мне, например, выдали наган. У нас был грузовик «Шевроле», пять лошадей и два трофейных немецких мотоцикла «Цундап». Личный состав комендатуры размещался в трех деревенских домах. Мы несли обычную военную службу. Я там получил звание старшего сержанта и был на должности старшины комендатуры. Бандеровцы заходили в зону ответственности вашей комендатуры? Да, они шастали в наших краях периодически. Несколько деревень в округе были разграблены по ночам, проникшими в наш район бандами. Мы не успевали среагировать. Действовали бандеровцы грамотно. И воевать с ними было непросто. До самой демобилизации я не знал, что будет со мной завтра. Нарваться на банду было просто. Как-то раз заночевал в одном из сел у знакомой учительницы. Приехал туда на коне и поставил его на конюшне. В шесть часов утра в дверь стучит соседка, спрашивает хозяйку. Командир-то жив? У тебя? Оказывается, ночью в село зашла бандеровская группа, убили двух активистов, ограбили сельмак, а председателя совета увели с собой. И все они проделали без лишнего шума, без выстрелов. Другой раз я застрял в дождь на своем цундапе в грязи. Провозился с мотоциклом минут тридцать, пока вытаскивал. Заезжаю в село, а мне люди говорят, бандеровцы, человек двадцать пять, все с автоматами, только что ушли отсюда. Я подумал, ну вот, опять был на волосок от смерти. Опять повезло. А ведь заедь я в это село чуть раньше, что бы я в одиночку смог сделать со взводом бандюк. Через минуту бы убили. Стычки с бандеровцами происходили часто? Нет, именно на участке сороковой комендатуры такие эпизоды были очень редкими. Наш край считался тихим. А вот моим товарищам, попавшим в Станислав и Драгобыч, пришлось повоевать ничем не хуже, чем на фронте. Это были опасные места. Мне приходилось по службе много раз ездить во Львов и в другие места на Западной Украине. И там я насмотрелся на наших убитых солдат и офицеров. Партизанская война в лесах продолжалась. Только место советских партизан в лесных чащих и схронах заняли самостийные и незалежные бандиты. И в городах было неспокойно. Многих наших убивали бесшумно, накидывали на шею удавку и все, на тот свет. Стреляли из-за углов. Я просто сегодня не хочу об этом говорить. Другой раз о бандеровцах побеседуем. Что происходило с вами после демобилизации в 1946 году? Пришел срок моей демобилизации, и я не знал, куда податься. Мне предложили остаться в армии, старшиной на сверхсрочной службе. Обещали через год присвоить звание лейтенанта. Я не захотел. Отец после войны в семью не вернулся. Остался жить в Сибири. А мама с младшим братом возвратилась в Смелу. Я был у них в отпуске три дня еще в 1945 году. Но вернуться домой я сомневался, стоит ли. В анкетах никогда не писал, что был в плену, а в Смеле некоторые знакомые уже об этом от матери слышали. Одновременно со мной уходил, как сейчас говорят, на дембель наш солдат, узбек из Ташкента по имени Мухтар. Он сказал, в стране карточная система, голод и разруха, а у нас в Ташкенте тепло, сытая жизнь, фрукты и работу всегда найдешь. Поехали со мной в Узбекистан. Если понравится, останешься в наших краях. И я решил попытаться круто изменить не только климат, но и судьбу. Приехал в Ташкент и когда получал паспорт, то честно написал, что бывший военнопленный. Старший лейтенант милиции прочитал лист анкеты и сразу мне сказал, никогда не пиши и не говори про плен, иначе жизни у тебя не будет. Пошел искать работу в управлении кинофикации. Там за меня двумя руками ухватились. В послевоенном Узбекистане киномеханики были очень нужны. Жил в Ташкенте. В 1953 году переехал в Фергану. Женился, воспитал двоих детей, работал начальником техотдела областного управления кинофикации. И все эти годы я молчал о плене. Молчал. А сегодня решил вам все пережито и рассказать. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.